Девушки отдыхают В тот момент никто и подумать не мог, что Гоша, пробыв в родном доме всего ночь, вернется туда спустя полгода. В больнице врачи поставили диагноз – аномальное отхождение коронарных артерий. Очень редкий порог сердца, когда один из сосудов выходит не в том месте. А в научном кардиологическом центре имени Бакулева провели первую операцию. Сосуды перешили, но перестал работать метральный клапан. Спустя неделю Гоша вновь на операционном столе. Ему тогда полтора месяца. Ребенок в прямом смысле на грани жизни и смерти. Говорят, что улучшился, если так будет дальше, переведем в отделение, на следующий день приходишь, бац, отек в мозгу. Доживет до вечера, не знаем. Итак, три с половиной месяца, пока Гоша лежал в реанимации. Ослабленный организм в тот момент не справился с больничной инфекцией, и у ребенка развился сепсис – общее заражение крови. Малыш оказался одним из двадцати. Родителям предложили самим спасать детей и искать препарат, в России которого нет. Из двух десятков справились с этой задачей только двое. Мы просто землю рыли, вот по-другому это никак не назовешь. И слава богу, у нас есть друзья в разных странах, что нам прислали несколько коробок. Одну коробку из Германии, из Франции и из Швеции. Второй девочке, к сожалению, лекарство не помогло. Она умерла сразу после вывезти в больницу. В реанимации Егору потребовалась вентиляция легких. В горло вставили трубочку, осталась которая на долгие годы. Развелась трахеостома, дышать сам он больше не мог. Купание превратилось в пытку, а по мере взросления добавился страх. Ребенок всячески пытался избавиться от ненужного элемента в теле. Это было ужасно, потому что он сразу моментально снизился, мне нечем было дышать. С трубкой в горле, искусственным клапаном, но живым и родным. Через полгода Егора привезли домой. Как посмотрела, у него только одни глаза. То есть вот скелетик. В то время я заметила, что он у нас не реагирует на звук. Причем абсолютно. Ни на какой, ни на громкий, ни на тихий. И вновь доктора, и вновь страшный диагноз. Двусторонняя глухота. Как выяснилось позже, Егор потерял слух в реанимации. Из-за приема антибиотиков. Приживали ужасно. Слез было. Слез было у нас с морем. Надежда была на слуховые аппараты. Полгода ношения результата не принесли. Егор ни на что не реагировал. И даже плакал беззвучно. Я вообще по ночам практически не спала. Потому что я подскакивала постоянно к его кроватке. И слушала вообще, дышит он или не дышит. Узнав про кохлеарную имплантацию, Оксана поставила себе цель. Во что бы то ни стало. Вживить аппарат. И вернуть ребенку слух. Прошли массу врачей, собрали все документы. Но в двух из двух возможных больниц в Москве получили отказ. Обратились в Минздрав. Не имеем права отказать. Мы вас прооперируем. Но вы напишите нам, пожалуйста, заявление о том, что вы предупреждены. Что 98% ваш ребенок умрет. Он со стола не сойдет. Оксана взяла время на раздумья. И в этот самый момент у нас ребенок ломает палец. Дома. Когда мы должны были уже приехать к ним с ответом. Я поняла, что это знак Божий. И в эту больницу мы больше никогда не поедем. Поиски в интернете умечались с успехом. Семья нашла доктора в Германии, связалась и получила согласие на операцию. Заняв огромную сумму денег, продав все, что можно, Егор был в Берлине. Три дня в реанимации, еще несколько дней в интенсивной терапии. И спустя неделю маму с сыном выписали из больницы. И ему не дали ни одного антибиотика. А здесь он из антибиотиков потерял слух. Потом в Германии были еще две операции и все успешно. Он пережил такое, что, наверное, ни один взрослый человек за всю свою жизнь не переживает. А он пережил-то все за три с половиной месяца. Слава Богу, что он остался жив. Совсем недавно Егор произнес первые слова, а сейчас говорит целыми предложениями. Когда смотришь на этого маленького парня и его маму, ни за что не поверишь, что за такую короткую жизнь они уже перенесли так много. Но они вместе и они счастливы.